В Кустанае растет число пострадавших от укусов собак. С начала года санврачи зарегистрировали на сотню обращений больше, чем за прошлый, за аналогичный период. Приюты для бездомных переполнены, а тендер на стерилизацию отлов разыграли только спустя 4 месяца. О каких проблемах говорят зоозащитники и как на деле работает закон об ответственном отношении к животным, расскажет Нина Шапо. Пока в кабинетах чиновников подписывают бумаги, разыгрывают тендеры, бездомных животных на улицах становится больше. На эту проблему просил обратить внимание даже глава государства. В Кустанайской области тем временем растет число пострадавших жителей от укусов собак и кошек. Прививки от бешенства с начала года уже получили на 109 человек больше, чем в прошлом за первые три месяца. За антирабической помощью обратилось 567 человек, в том числе 148 детей и подростков. 7 человек пострадали от укусов с подтвержденным диагнозом у животных бешенство. Причина роста числа бездомных собак на улицах очевидна. По новому закону отстрел бродячих животных запрещен. А вот процедура розыгрыша тендера на отлов, стерилизацию, содержание и чипирование затянулась. Очень большой сейчас шквал именно выкинутых животных. То есть сейчас по факту в ПВС с января по апрель попало очень большое количество овчаров, алабаев, питбулей. И если сравнить с процентом их отношений, то на иной процентов 50 – это именно породистые животные. В управлении ветеринарии говорят, что последний лот разыграли вчера. В итоге к реализации программы приступают спустя 4 месяца. «Три программы за исключением стерилизации мы объявляем запросом цельных предложений. Представьте, три программы, а сколько могут поставщиков на каждую программу идти? От 80 человек и более. И с каждым заключать договор – это нереально. Поэтому просто наше было предложение эти программы объединить в одну». Чиновники и зоозащитники считают верным сделать акцент на местного поставщика по всем лотам. Примут ли предложения в министерстве – пока неизвестно. Но даже если к ним прислушаются, это уже будет в будущем году.